Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. И, ну, обычно мы всегда по пятницам стараемся беседовать с людьми искусства, культуры, музыки. Но вот сегодня мы поговорим больше о живописи. Хотя здесь вот как-то я, когда погрузился в материал, я испытал какое-то чувство неловкости, растерянности, потому что все эти термины блокчейн, токен, NFT, меня как-то это очень смутило. Я не понимаю, а где же искусство, где же сама вот как бы живопись, налетай, торопись, покупай живопись. И вот о том, как меняется вообще мир и о том, что сейчас можно приобретать произведение искусства, простите, по частям даже, каким-то образом. И физически не обладать этой частью. Вот. То есть картина не пилится на квадратике. Вот мы сначала сейчас всех запутали, никто ничего не понимает. А сейчас попытаться разобраться во всей этой терминологии и во всей этой, ну, я бы сказал, абракадабра, как вот фокус, какой-то удивительный фокус. Мы попросим нашего сегодняшнего гостя, известного латвийского художника Сергея Демина. Здравствуйте. Сергей, доброе утро. Добрый день, доброе утро, точнее. Вот. Задавайте вопросы, буду пытаться отвечать. Что, куда идет, вот, можно сказать, мир искусства и что такое вот токен и вот этот NFT? Как можно продать, да, произведение искусства по частям и за виртуальную валюту? И виртуально. Какой в этом смысл для автора и какой в этом смысл для того, кто приобретает эти части? Ну вот, что тут можно рассказать? Блокчейн все больше и больше проникает в нашу жизнь. И из своего опыта я заинтересовался всем этим, где-то примерно, мы говорим про NFT, то есть так называемый невзаимозаменяемый токен. Вот что это такое? Это нечто дигитальное, цифровое, с уникальной подписью цифровой, которая не копируется другим, просто. В принципе, грубо говоря, любая цифровая песня, изображение, звук, переведенный в дигитальную дигиталку, может быть токеном NFT. Вот это дигитальное. Оно уникальное и так далее. Я говорю про себя, рассказываю опять же. Я этим заинтересовался где-то в середине 2019 года, но я, честно говоря, больше интересовался, как эта технология, можно технологию совместить с традиционной живописью. То есть не как дигитальная, ну вот, как я совмещу. Но тогда ответа конкретного не было, так как традиционная живопись и какая-то подпись уникальная, цифровая, это до сих пор не очень совместимо. Классичный вариант – это ты рисуешь некую, создаешь картину, например, ну как про себя говорю, картину, делаешь фотографию, делаешь из нее токен, ну регистрируешь на кого-то там, появляется вот этот NFT-токен уникальный, и ты свою картину уничтожаешь, грубо говоря. И вот у тебя остается только уникальный NFT-токен в сети этой, который вот является такой цифровой картиной. И физического носителя больше нет? Да, а самой физической картины как бы и нет. Хотя это тоже нет. А зачем нужно уничтожать физический носитель? Это просто развитие, вот такое развитие. Но это не касается, я сейчас просто хочу успокоить наших слушателей, что Мону Лизу, там картины Рембрандта никто не собирается уничтожать и выставлять цветные. Нет, нет, нет. Это, как я рассказывал, самый такой простой вариант, если вот ты хочешь. Быстро нарисовал, сфотографировал, сделал из этого фототокен и уничтожил рисунок. И вот остается уникальный, с уникальной подписью, вот такой цифровой вот некий NFT-токен с рисунком твоим. Ну можно же просто в пейнте что-то нарисовать сразу. Да, простите. Да, 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 да. Сергей, простите, перебил. А можно же в каком-то, ну я не знаю, в пейнте просто в программе нарисовать? Зачем тратить время, краски, холст? Можно, можно, да. Никаких препятствий. Это все относится на звуки, на изображения и так дальше, и так дальше. Все свободно. Но я говорю, опять же, это все течет и развивается. Ну я когда в 19-м году, в середине 19-го года начало всем как бы интересоваться, с того времени все очень поменялось. Ну как это? И куда это, чем это кончится, ну трудно понять. Я, например, вижу более реальное использование NFT-токенов именно в звукозаписывающей песне и так далее. Потому что там это проще, это уже дигитальное, вот так, все это уже в цифре. А труднее ли продать вот токен, чем физический носитель? То есть понятно, для покупателя, например, понятно, вот я купил картину, я повесил ее на стенку, я наслаждаюсь. А что я буду делать вот с цифровым изображением? И особенно с его частью. Это, ну как инвестиция получается, а не часть коллекции? Можно и как потенциальная, как инвестиция, да. Ну, хотя это, как говорится, 50 на 50. В принципе, ты просто как коллекционер. Ты поддерживаешь новую технологию. И продать, да. Мне кажется, вообще сейчас до сих пор это больше такой хайп, чем реальное какая-то, чем реальное что-то. Ибо, ну, люди довольно пока далеки от этого. Довольно ограниченное число людей это понимает и вообще желает этим заниматься. А желает заниматься в Латвии или все-таки в мире? Вот, ну, в мире сейчас эта технология, она популярна или нет? Ну, опять же, это среди определенного круга людей, да. Но, опять же, это такое не какое-то общеизвестное, общемировое движение какое-то, где там все знают, что это такое. Без спорта обыкновенный блокчейн и биткоин это довольно такое. Только сейчас начинают люди как бы в широких массах этим, ну, интересоваться. А МФТ, токены и так дальше, это еще гораздо дальше от всего этого. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в студии, нам дозваниваются уже слушатели, заинтересованные. Любители современного искусства, доброе утро. Утро. Да, я, честно сказать, немножко шокирован был тем, что полусочетание было уничтожить что-то, что нарисовал, перевести это в, ну, токен, грубо говоря, там, код, просто набор символов, которые уникальны и все, и это хранить. Но просто я сразу зовусь вопросом, нарисовать может, грубо говоря, любой, даже хороших художников, там, мало-мальских, тоже, как бы, немало. То есть это сразу у меня в голове приводит к тому, что каждый рисуется за токены и выставляет, грубо говоря, на продажу. Но это же сразу автоматически в голове, если избыток чего-то, и сразу к амортизации приводит. То есть стоимость этого всего будет падать, и в чем, как бы, монетарный смысл вот этого всего? Потому что, насколько я понял из ваших слов, ну, может быть, поправьте меня, это касается исключительно чего-то современного, что создаётся сейчас. Спасибо. Да, скорее всего, так и есть. Такая правда есть. И опять же повторяю, эта технология и этот рынок цифрового искусства, он довольно, ну, в процессе развития. И чем это кончится, мы никогда не знаем. Сравнивая блокчейн, блокчейн, тот же биткоин, 11-го года и 21-го, все на две разные вещи. И чем это кончится, тоже неизвестно. Насколько это будет реалистично и насколько это будет востребовано. И да, любой может создать всё, что угодно, перевести в цифру и сделать NFT-токен. Продашь ты его, не продашь, это уже другой вопрос. Это вопрос уже маркетинга, популярности и так дальше. И, кстати, ты рисуешь картину, тебе не обязательно её уничтожать. Ты можешь её просто скотить, сфиграфировать и сделать NFT-токен из этого изображения. Я просто привёл такой пример, как бы, ну, самый классичный, как это было сделано одним самым известным уличным художником. На самом деле интересно, как всё это развивается. Но при этом физическую картину ты тоже не имеешь права кому-то продать, потому что она уже уникальная ушла в цифру, и люди дерутся за её часть. Никакой связи. Никакой связи. Ты можешь, конечно, это в договоре заключить. А, одно не подозревать, другое. Я тебе покупаю физическую картину реалистичную, и ты, пожалуйста, не делай никаких NFT без моего разрешения, либо делись там процентом. Ну, как вариант, вам показывают. Хорошо. Ваше последнее произведение называется «Красноносый саки». Нужно отметить, чем знаменит и, между прочим, всемирно знаменит Сергей Дёмин, с которым мы сейчас беседуем. Он пишет обезьян в иконописной манере. И, в общем-то, сумасшедший успех пришёл, если не ошибаюсь, в 2010 году. Так вот, работа «Красноносый саки» в этот вторник, 15-го числа, была выставлена на продажу в виде вот этих вот невзаимозаменяемых токенов, они же МФТ, которые мы обсуждаем. Сегодня пятница. Как результат? Как расходятся части? Результат пока такой. Не очень. Ну, как не очень? Мы ждём. Это первая попытка. Поставлена одна картина, несколько фрагментов. Ждём у нас там семидневный аукцион. Поживём, увидим. Ещё осталось пять дней. Да, ещё один звонок из прямого эфира. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот живопись классическая. Через 100 лет можно, допустим, коснуться этого холста и провести какой-то анализ. А как провести анализ потом набора символов? Это первый вопрос. А второй вопрос. Если я захотел бы таким образом приобрести центральную часть, маленькую центральную часть картины, и потом её, как солист Пин Флойда, просто уничтожить её, чтобы она вообще нигде больше не существовала. Вы не задумывались в том, что она будет утеряна навсегда? Ну вот такой маньяк, я вот покупаю центральную часть и уничтожаю её. Виртуальное варварство. Виртуальное варварство, да. Ну как? Во-первых, любой NFT-токен имеет уникальную подпись. То есть там, ну, понятно, когда это было сделано, и так дальше, и так дальше. Там никакой проблемы нет, что он уникальный и неповторимый. А насчёт того, чтобы приобрести кусочек картины, уничтожить, никаких проблем. Человек платит, человек распоряжается свободно. Но опять же, не факт, что мы уничтожаем физическую картину перед этим. Это как, это я привёл такой самый крайний вариант. То есть, ну, Адерфлор, да, ты можешь уничтожить цифровую, вот, цифровую, опять, очень-то конкретно, маленькие, таких проблем. А вот что делать с тем, что действительно меняются технологии, меняются носители? Вот Умберто Эко, например, жаловался, что он когда, ну, у него, он работал на компьютере, у него осталось огромное количество флоппи-дисков, и он сейчас даже не может вот свои разобрать архивы. Ну, то есть, какие-то ранние редакции, романов, потому что уже всё, нету техники, он не может никак добраться. Он рвёт волосы, говорит, почему я не писал от руки? Ну, вот то, что написано на бумаге, остаётся. Вот не получится ли так, что лет уже там через 20 мы не сможем вот этот цифровой образ прочитать или каким-то образом расшифровать? Всё возможно, но, опять же, надо идти вновь со временем, в любом случае. Надо было Умберто Эко просто переводить флоппи на сети, на сети, на сети, на сети и так дальше. Что ему? Он сам виноват. Ну, в общем-то, двигаться вместе с технологиями, да? Опять же, какие проблемы сейчас в флоппи есть же? Пусть обратиться к специалистам, я думаю, восстановить информацию с флоппи-дисков, то есть даже сейчас никакой проблемы особо не представляется. Ну, так, ну да, движение технологий всегда будет идти вперёд. Но этот остаётся, но образ останется, то есть если его переводить в другие форматы, всегда можно будет его использовать и им наслаждаться. А получается ли, что это может, например, вызвать какой-то бум на рынке, ну, скажем, я сразу предполагаю, вывоза каких-то культурных ценностей за границ, то есть если человек вывозит там полутораметровое полотно, сразу понятно, гражданин, а зарегистрировали ли вы там это произведение искусства, а тот на флешечке, бац, он может вывести целую галерею художника. Да можно и без флешечки, так ты сам пересекаешь границу, а, в общем-то, произведение искусства в облаке. Да, да, да. Но опять же, пока это всё рынок не регулируем нормально. Рынок физической живописи, да, окей, там есть определённые законы, но всё цифровой мир пока что находится довольно в такой стадии зародыша. Я думаю, со временем там больше и больше влияния государства, законы, там будут определённые регулы приняты насчёт того, как и чего, и как дальше. Пока это довольно свободный рынок не контролирует. Хорошо. А классический вид живописи, как на нём, возможно, отразилась пандемия? Появились ли, может быть, какие-то новые сюжеты, в том числе в вашем творчестве или ваших коллег? Ну, чё, я как бы работал, как работал. Я до сих пор, мне надо ходить на работу. Я как бы после работы занимаюсь своей живописью. Мне, в принципе, ничего не менялось. Специально я как-то не задумывался о эпидемии, что там такое происходит. Ну, жизнь течёт и продолжается. Участвовали ли вы в каких-то выставках, в том числе виртуальных? Ну, понятие такое виртуальная выставка. Я просто участвовал в виртуальной выставке. Наверное, нет. Хотя я просто представлен в разных виртуальных галереях, так сказать. Но как виртуальная выставка, нет, я не участвовал. А насколько, действительно, вот, скажем, коллекционеры, собиратели искусства готовы вот к такому новому повороту, что им придётся теперь собирать не физические произведения искусства, а цифровые образы? Вот это... Ну, видно ли какую-то перспективу, если круг людей, которые заинтересованы в этом? Ну, моё мнение такое, что как только станет ясно, насколько эта технология перспективна, прибыльна и имеет какое-то будущее, я думаю, моментально появятся коллекционеры и любители, которые будут вкладываться. До сих пор, мне кажется, это больше так хайп, и там, кто платит какие-то там нереальные гигантские суммы за пиксели, это пока что, мне кажется, просто люди, которые просто заинтересованы в развитии этой технологии. А не может ли появиться хакер, который сможет взломать эту технологию и сделать всё-таки цифровую копию уникального? Это очень сложно. Нет, невозможно. Это нереально. Невозможно. Нет. Вот так. Прямо даже заинтриговали, я бы сказал. Да. Да. Что... Каким вы видите дальше? Ну, то есть, вот я понимаю, что сейчас в искусстве очень важно всё-таки скорее вот какая-то новизна имеет наибольшее значение для того, чтобы художник оставил какой-то след в искусстве. Вот что ещё нового можно придумать? Там уже кто-то не рисует, а режет полотна на бритвы, и кто-то пытается из простых предметов объявляет их произведениями искусства. Куда дальше может шагнуть ещё мир искусства? Хм, не такое. Я думаю, там всё будет двигаться параллельно нашей реальной жизни. Но я вообще не вижу в этом какой-то проблемы, там что-то выдумать, придумать. Каждый ищет свой путь. У меня вот такой путь, у другого художника такой. Я, говоря про себя опять же, у меня нет такого желания что-то там прямо вывернуться, выпрыгнуть, что-то сделать. Я просто делаю то, что мне нравится. Рисую то, что мне нравится. И особо об этом не задумываюсь. У меня это такой приятный процесс, который мне нравится. У меня нет самоцели, там, показать мне что-то такое шокирующее или как-то шокировать особенно. Нет, нет, такого нет. Нельзя сказать, что я завидую, но чувства испытываю где-то близко к зависти. Вот действительно, жить в своём удовольствии, заниматься тем, что хочешь, тем, что нравится. Это здорово, это круто. Да, редкая возможность. Редкая возможность у людей такая. Ну, собственно говоря, я не завидую, потому что я именно и занимаюсь тем, что мне нравится, беседовать с умными, интересными людьми. Да, нам тоже везёт в работе. Что ж, Сергей, большое спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо вам. Ввели в нас мир виртуального искусства и блокчейна. Ещё раз отметим, что картина латвийского художника Сергея Дёмина «Красноноса» и «Саки» выставлена на продажу в формате NFT. Следим за экспериментом. Начался он в этот турник, 15 июня. Впереди ещё несколько дней. Ну, действительно, интересно, к чему всё это приведёт. Сергей, ещё раз спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Спасибо вам. Да, удачно. Благодарю. До свидания. До свидания. Было действительно интересно. И как мне нравится всё-таки творчество Сергея. Я бы... Ну, мне не нужны пиксели. Я бы вот эти вот иконописные обезьяны на стенку с удовольствием повесил даже здесь в редакции. Ну, стесняюсь спросить, сколько она стоит. Ну, человек выставляется действительно во всемирно известных галереях, вроде там лондонской Саачи, например. Вообще, очень здорово и круто, что в Латвии есть художники действительно мирового уровня, таким, как вот наш сегодняшний собеседник. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и совсем скоро в эфире «Климат-контроль» с Константином Рангсом.